Мяу-мяу, мои крошечные кошачьи потомки! Хи-хи! У-у-у! Мяу! О, привет, сэмпай! Я не смогла не заметить тебя на арте художницы Алиэнтракон! Может быть, ты сможешь попасть в мой аллею артов, если ты понимаешь, о чём я! Окей, обрежу эту часть! Это не смешно! Это не смешно! Мне жаль, что пришлось тебе это слушать. Я буквально не могла придумать вступление. Я росла с интернетом под рукой. Я всегда была очарована концепцией виртуального пространства, потому что он может содержать безлимитную информацию и развлечение. Это беззаконная страна, где всё, что может сотворить разум. Но я бы поспорила. Есть негласные правила. Все остальные обычно позади. Первое. Разбираться в мемах. Я активно слежу за блогами и страницами с миллионами подписчиками, которые размещают исключительно кринжовые мемы, созданные сообществами, которые не могут понять этот вид искусства. Люди очень увлечены качественным творчеством и тёмной стороной мемов. И если вы используете другие сети помимо Фейсбук, я уверена, вы знаете об этом. Второе. Ты никогда не измеешь чьё-то мнение, даже с клавиатурой в Эррор. На формуле по бодибилдингу была одна интересная тема, где парень рассказывал, как он тренировался каждый день. Потом она превратилась в несколько страниц от Сали Джи, в которой в каждый день недели каждая сторона говорила о самых неприятных личных нападках с их аргументами. Я виновата в этом. Я была намного хуже в интернет-спорах, когда была ребёнком. Ну, ты знаешь, незрелость и всё такое. Но теперь в основном я избегаю этого. Вероятно, есть много более негласных правил, которые вы можете перечислить в комментариях. А я приступаю к самому огненному, страстному, жизненному правилу из всех. Вы должны в недвусмысленных условиях ненавидеть фурии. Это всегда сбивало меня с толку. Я имею в виду, что если вы посмотрите на историю человечества, то у нас всегда была одержимость антропомортными животными задолго до 90-х, и термин фурии был популяризирован. Я никогда не видела неуважения к канубису. Но мой мальчик Манже, поймать флэка не имеет смысла. Я аниматор, и я буквально хожу в школу для этого. Так что я знаю кое-что об искусстве. И очень хорошо о фурии. Анимационная студия взлетела в начале нулевых, и антропоживотные были действительно большим фокусом. Например, талисман Диснея – двуногая мышь. Я не знаю, есть ли какие-то исключения для этих свойств, которые не могут быть квалифицированы как фурии. Даже если это так. Вы понимаете это. Помню странную истерию, когда вышел Зверополис. Люди не могли поверить, что они обслуживают фурии. Ну а я такая. Вы забыли о последних три тысячи лет. Боже, это было не в новинку. Я упомянула исключения. Как будто я не думаю, что люди считают Уолл Диснея магом. Даже несмотря на то, что он был одержим антропоживотными. И это приходит ко мне. Я фурии? Я выросла с пристрастием к художественным мультфильмам. И к чему-то в этом роде. Я люблю покемонов. Люблю Том и Джерри. И каждый мультфильм, который я любила, был усеян антропоподобными существами. Я рисую фурии из-за отсутствия нужного термина с тех пор, как не исполнилось четыре. Но делает ли это меня правдивой? Серьезно? Я не знаю, и мне все равно. Ответ на этот вопрос кажется гораздо более важным для человека, задающего его, чем для меня. Скажем, есть один парень по имени Джордж. Вся комната Джорджа усеяна аниме-товарами. Такими как Мику, создатель Майнкрафта, Гарри Поттер, и, конечно, Атака Титанов, и моя Геройская Академия. Все в своем роде. И, скажем, этот чувак клянется, что он не придурок. И вы бы сказали, ты когда-нибудь видел свою комнату? А он такой, я Джордж, и моя аниме-комната, это моя история онлайн. Публикуя антре искусства животных, я клянусь, что я не фури. Но опять же, анимационная индустрия, кроме утопии, которая получила это странное исключение, и я технически часть этого, так как создаю анимацию за деньги. Где мой анимированный фури-пропуск? Давай, не опускай руки. Но опять же, ты можешь быть и фури, и аниматором одновременно. Но, хей, это не значит, что это я. Ты буквально стесняешься этого. Зачем ты делаешь из мухи слона? Хей, ты, заткнись. Полагаю, если честно, мне всегда нравилось, когда в контенте были антропоживотные. Я покупаю мягкие игрушки, все мои ос, чтобы иметь несколько качественных животных. Я ссылаюсь на пятое издание D&D. Если я увеличу количество канадских гонок, чтобы я могла быть глупым кошатником вместо одной из раз гуманоидов, я представляла себя фури. И буквально назвала себя Кэт. О, а еще у меня есть свой собственный пурсиот, сделанный Луна Волф 517 в Инстаграм. Пожалуйста, зайдите на их страницы, они такие талантливые. Так, я фури? Конечно, да. Я сказала это! Субтитры создавал DimaTorzok